В эфире «Утро Карачаева-Черкесия» на телеканале «Россия». Всем доброе утро и начинаем новый день декабря с погоды. В Карачаево-Черкесии дождь и мокрый снег, в горах сильные осадки. Ветер ночью юго-восточный, а днём северные 5-10 метров в секунду. В горах будут порывы до 11-14. Температура ночью минус 3, плюс 2, а днём 2,7, выше нуля. Ночью и утром на дорогах гололедица. В Черкесии небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Ветер ночью юго-восточный, а днём северный 5-10 метров в секунду. Температура ночью минус 1, плюс 1, а днём 2,4 градуса выше нуля. Ночью и утром на дорогах гололедица. На пресс-конференции в Роспотребнадзоре Крачаево-Черкесии говорили об эпидемиологической ситуации по ОРВИ и сезонному гриппу. Главный санитарный врач Республики Сергей Бескокотов отметил, что уже привилось 60% населения. Самые высокие показатели прироста за неделю отмечены среди взрослого населения. По результатам мониторинга эпидемиологические пороги не превышены. Сергей Бескокотов напомнил, что возбудители гриппа и ОРВИ передаются от человека к человеку воздушно-капельным путём и достаточно заразны. При заболевании отмечается редское ухудшение здоровья, повышается температура, появляется головная боль, ломота в мышцах и суставах. Выздоровление наступает на 8-10 день. При гриппе поражают сосуды, возможно, кровоточивость дёсен и слизистой оболочки носа. Особенно тяжело грипп переносят маленькие дети и пожилые люди с хроническими заболеваниями. Точечно принимаются меры по приостановлению учебного процесса или по переводу детей на дистанционное обучение. В случае, если заболеваемость в учебном заведении превышает 30% от количества учащихся, директор школы или директор садика самостоятельно принимает решение и приостанавливает учебный процесс или, как я уже сказал, переводит на дистанцию. Нахождение дома при наличии симптомов болезни и не заниматься ни в коем случае самолечением. Свиной грипп, который у нас наблюдался несколько лет назад, немножко мы с новой коронавирусной инфекцией про него подзабыли, и сейчас он вернулся. Как я уже говорил, где-то треть заболевших переносят это заболевание в более тяжёлой форме. Эпидпороги по заболеваемости у нас в республике за прошлую неделю впервые превышены. Превышены они незначительно. Новая коронавирусная инфекция у нас не ушла. Мы её ежедневно регистрируем. Есть заболевшие, но течение заболевания довольно-таки по сравнению с прошлыми годами. Заболевания проходят более в лёгкой форме. Новый информационный день продолжает своё вещание на телеканале «Россия». Ровно в 9 смотрите «Вести» на карачаевском языке. Затем также программы карачаевской редакции. А в 14.30 «Вести» Карачаева-Черкесия с Аллой Динаевой. И не пропустите сегодня в 16.30 прямую линию с главой карачаева-черкесии Рашидом Тимрезовым. Вы можете задать руководителю региона свой вопрос по многоканальному телефону. 8 800 200 22 44, либо присылайте видеообращение на номер 8 918 710 99 90. Прямую трансляцию смотрите на нашем телеканале в 16.30, также на «Архиз-24» в эфире «Радио России» и «КЧР-ФМ». Кроме того, прямую линию можно будет посмотреть на официальной странице ВКонтакте главы. Всем удачного дня и встретимся завтра.